Поскольку на Волоне в знаке Весы, соответственно, Луна и Солнце там находятся, начнём со знака Весов. Вот прежде всего Весам очень рекомендую загадать желание и в этот день и сегодня и завтра аккуратно думать. Думать прежде, чем подумать даже, потому что ваши мысли будут настолько быстро материализовываться, то есть будьте аккуратны со своими мыслями. Я уже молчу о том, когда вы открываете рот и что-то говорите. То есть будьте очень внимательны к каждому сказанному с тобой слову. Лучше помолчите побольше. Скорпион. По Скорпиону идёт Венера, причём набирает обороты. Вот так же, как и в прошлой неделе, девочки-скорпионы, у вас сейчас повышенная фортовость, вы сейчас привлекаете внимание всех, кого только можно и кого только нельзя. Что вы с этим будете делать, вы уж сами как-то разберитесь. Буквально в понедельник ваш знак войдёт ещё и Луна, то есть будет куча эмоций, куча страстей, куча романтики. Девочки, приготовьтесь к тому, что у вас будут в день по нескольку приглашений в ресторан, так что вы как-то уж с этим что-то сделаете. Стрельцы. Стрельцам сейчас уже втройне хорошо, потому что переход Юпитера в весы, потом Солнце и сейчас здесь же Новолуние очень благоприятно для знака Стрелец. Там же у нас находится Сатурн, то есть в течение трёх-четырёх дней очень хорошо будет для, например, подписания договора, контракта, чего-то такого. Особенно в субботу-воскресенье. Козерог. Ну, Новолуние в весах и достаточно такое напряжённое состояние для козерога, то есть вы будьте очень аккуратны со своим желанием, потому что можете такого понажелать, оно ведь потом произойдёт. Пятница, суббота, воскресенье козерогам терпение, терпение, терпение. Потом Луна переходит в Скорпион и у вас ситуация достаточно выровняется. И ещё, именно в ваш знак сейчас входит планета Марс, уже вошла, то есть у вас сейчас будет повышенная активность, период больших возможностей. Но положение Солнца говорит, да, возможности будут, но очень аккуратно, очень просчитано. Дальше, Водолеи. Ой, Водолеи, что они сегодня не загадают? Водолеями рекомендую загадать что-то глобальное. Вот на уровне страны, на уровне мира, там мир во всём мире, прекращение войн, что-то такое, потому что Водолей, это знак, он как никто умеет мыслить масштабно. Но при этом никогда не забывайте о себе любимом тоже. Рыбы. Рыбам я говорил, с каждым днём становится лучше и наконец Марс вышел из Стрельцова, перешёл в Козерог, то есть завершился негативный аспект знаку Рыбы. И Юпитер, и Солнце, и Марс уже перешли в дружескую для Рыб позицию. Так что сейчас уже всё будет зависеть от вас, ваши возможности сейчас раскрываются. Могу вам обещать очень позитивненькие воскресенье и понедельник. Прежде всего в вопросах личных, вопросах романтики. Так что рыбой можете сделать глубокий выдох, не забудьте после этого вдох сделать. Овны. Овнам, я уже говорил в начале, рекомендуется немножко больше осторожности, немножко больше просчитанности, если вы на машине не вдавливаете педаль газа в пол. Ну и иногда вы будете попадать в ситуации немножко агрессивные, ну старайтесь вести себя умеренно. При этом новолуние сегодня может вас немножко вышибиться, выйти, оно будет в оппозиции к вам. То есть эмоциональная составляющая сегодня и завтра, ну не на высшем уровне будет. Так что сегодня-завтра как-то уж вы себя особо сильно держите в руках. Если у вас какие-то важные решения, вот ближайшие два дня, перенесите их на понедельник-вторник. А желательно, пока луна пройдёт, желательно вот на среду. Ну как я говорю овнам обычно, напряжение-то не то, что может их испугать. Им чем больше напряжения, тем лучше. Тельцы. Переход Марса в Козерог очень благоприятный для знака Телец. Тельцы-девочки могут ожидать, что в ближайшие полтора месяца в вашей жизни появится принц на золотом коне. Тельцы-мальчики могут ожидать какое-то увеличение силы. Например, если у вас, скажем, есть желание купить мотоцикл, машину, хоть вертолёт, то в течение ближайших полтора месяцев это для вас крайне благоприятно. Далее. Близнецы. Новолуния в знаке Весы очень и очень гармонично для знака Близнецы. Так что смело загадывайте себе сегодня самые... В желаниях не надо бояться. То есть если вам кажется, что ой, да нет, это не получится. Вот у Близнецов не должно быть таких мыслей. У вас получится всё. Откуда мироздание будет брать ресурс для того, чтобы сделать вам то, что вы хотите? Пусть вас это не беспокоит. У вас всё получится. Так что будьте такие смелые в своих желаниях. Что касается раков, два дня раки немножко понервничают. У них будет такая... Будут чувствовать себя немножко неуютно. И Луна в Весах будет давать ракам повышенную, если можно так сказать, уязвимость. Проведите их желательно дома в ближайшие два дня. Поспите, вкусно покушайте. В понедельник и вторник, наоборот, будет у вас очень гармонично и всё у вас получится. И ещё оппозиция Марса, переход Марса в Козерог. Вот то же самое, что я говорил для Овнов, только в два раза больше. То есть повышенная осторожность, повышенная аккуратность. Никаких конфликтных ситуаций. Старайтесь не попадать в конфликтные ситуации. Львы. Ну, у Львов всё достаточно ровно. Сатурн, например, вот по-прежнему в выгодной вам позиции. Так что где-то по мелочам могут быть какие-то нестыковки, но по-крупному у вас будет всё хорошо. Ну, как это объяснить? Например, если вы хотите заработать там тысячу гривен, у вас не получится. А если вы хотите заработать пятьдесят тысяч гривен, у вас получится. То есть у вас будут получаться сложные вещи. То есть не тратьте свою энергию по мелочам, а настройтесь на более такую глобальную. Дева. Переход Марса в Козерог – это долгожданный момент для Девы. Пока он был в Стрельце, Девы себя чувствовали не то, чтобы некомфортно, а напряженно, нервозно. Марс – это действие. То есть сейчас у вас пришло время действовать. Сейчас у вас будет многое получаться и получаться красиво и эффективно на ваши планы. Сейчас есть энергия для того, чтобы вы смогли осуществить то, что вы хотите. Вот примерно такая картина. Еще раз напомню. В три часа десять минут сегодня ночью. Точное новолуние. Не поленитесь проснуться за десять минут до этого. Подумайте о своем желании. А лучше с вечера подумайте. Написать. В общем, загадайте сегодня желание. И все у вас получится. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова